Всем хай народ, вы на канале SkyTopGames и это очередной выпуск новостей Prehistoric Kingdom. Итак, речь сегодня пойдет о рабочем персонале в игре, который должен выйти как обещают уже со следующим фиксом на неделе. Вот еще, в нем в игру будет добавлен долгожданный Платоазавр. А прежде чем мы продолжим, советую вам подписаться на группу вконтакте Prehistoric Kingdom, где вы также можете кучу информации получить по данной игре. Итак, первые кадры начального этапа работы смотрителя в вольере. Вроде бы пока анимация забавная, но уже смотрится более оживленнее. Кстати говоря, многие механики работы персонала будут уникальными для определенных видов рабочих. Рабочий персонал для следующего хотфикса уже почти готов и хотя все функциональные взаимодействия полностью завершены, еще предстоит работа над визуальной составляющей анимации для персонала. На первых этапах они будут кривоваты или даже отсутствуют. Функциональная составляющая завершена над смотрителями животных и простых работников-грузчиков, доставляющих товар. Погрузочная площадка, которую также можно модернизировать, украшать на свой вкус, как остальные здания. Здание импортирует ресурсы для животных и гостей. В этом здании можно хранить лишь небольшое количество предметов, а грузчики будут распределять их по всему парку. Когда грузчики соберут товары, грузовик отправится заменить недостающий инвентарь и вернется позже в этом месяце. Время простое между поставками можно сократить, купив до двух дополнительных грузовиков на погрузочную площадку. Как уже говорилось ранее, грузчики будут перемещать товары по всему парку, доставляют товар со склада хранения по различным киоскам, ресторанам, магазинам или складам кормов животных. Склада может не хватать, и в дальнейшем вам придется построить хранилище товаров, чтобы увеличить объем вместимости. Продумывайте, где и как они будут размещаться, ведь чем ближе они к необходимым магазинам и другим точкам назначения, тем меньше энергии сотрудники будут тратить на их перемещение. С другой стороны, хранилище, как и другую внутреннюю структуру, желательно прятать от взглядов посетителей. Игроки могут выборочно блокировать определенные типы ресурсов при выборе модуля хранения, что позволяет вам гибко настраивать способ хранения вещей без необходимости тщательного микроуправления всем. Блокировка ресурса, который уже находится в хранилище, приведет к его удалению работникам. Взаимодействие смотрителей с воротами. Данные ворота имеют свою собственную систему безопасности и предусмотрены только для рабочего персонала. Посетители через них проникнуть в вольеры не смогут. В будущем смотрители будут перевозить тачки с кормом и переваливать его в кормушки. Ранняя анимация того, как это будет выглядеть. Конечно, после того, как животные поели, они также сделают свое мерзкое дело. Смотрители следят за чистотой мест обитания, доставляя навоз в ближайшую компостную кучу для переработки в компост. Наблюдение за тем, как персонал бегает вокруг брахиозавров, действительно дает представление о том, насколько огромными были эти животные. Компост доставляется на производственные станции рабочими. Именно с помощью этих модулей игроки могут производить собственные запасы корма. Превращая компост в съедобные растения, фрукты, мясо, рыбу или насекомых для животных. Без компоста станции производства продолжат производить корма. Но будут делать это со значительно меньшими темпами. Чтобы все это работало эффективно, вам понадобится приличное количество какашек. Но результат будет того стоить. Еще одна вещь, на которую хочу сразу обратить внимание, это ворота для персонала. Это модульные объекты, которые можно использовать где угодно. Они не предназначены исключительно для заборов. Это означает, что вы сможете создать функционирующие зоны только для персонала, которые могут иметь важное значение для поддержания высокой эстетики парка. Исходя из этого, будет интереснее наблюдать за перемещением персонала по парку, а вам придется лучше обустраивать зоны для комфортной работы вашего персонала и четче продумывать их местоположение в парке. У меня все. Палец вверх, подписка на канал и жми колокольчик. Ждем обновления. Субтитры создавал DimaTorzok